В отличие от большинства людей, которые занимаются этой деятельностью и делают это правильно, я стараюсь одновременно делать все сразу. То есть это, в принципе, конечно, не самый идеальный принцип, но я таким образом успеваю намного больше, чем если бы делал какую-то там отдельную, поставленную перед собой задачу. То есть у меня одновременно есть такие проекты, как проект омозеленения города, одновременно есть проект, связанный с преобразованием дворов. Это дворики Одессы. Также есть очень много других проектов. Наверное, о каждом лучше рассказать хотя бы два слова в отдельности, попробуем. Но, в принципе, просто перед тем, как перейти, может быть, к каждому из них, хочется сказать, что большинство людей, которые живут в этом городе, в любом другом городе, они ставят чаще всего перед собой какую-то более простую задачу, не понимая, что могут потянуть намного более сложную. И таким образом мы часто ограничиваем себя не только в социальных каких-то проектах, но и в жизни по-хорошему, и в бизнесе. Поэтому, начав заниматься этой деятельностью, я сначала просто попробовал. И после того, как я понял, что при вложении определенного количества сил, усилий, не знаю, сердца, души в этот процесс, можно добиться того, чего иногда не добивается даже какая-нибудь маленькая карманная партия какого-нибудь маленького олигарха. То есть вопрос только в том, насколько ты пытаешься, ну, наверное, там, постоянно идти вперед. И таким образом выражение, что можно головой бетон пробить, как бы, да, получается, и я это делаю практически каждый день. Если так отдельно поговорить о каждом проекте, то, например, там, проект «Зеленый город». То есть проект, он, как бы, придумался достаточно давно, но только весной мэр города его поддержал, выделил бесплатно «Зеленый трест». И вот уже одесситы с помощью, как бы, того же «Зеленый треста» посадили уже почти около двух тысяч деревьев. То есть мы скоро выйдем на сумму две тысячи. И при этом, как бы, это проект, в котором нет ни политики, нет ничего вообще того, что помогло бы там людям помешать, вот просто там открыто высаживать деревья по улицам города. То есть мы сажаем деревья по улицам, по паркам. И, знаете, как бы, недавно так посчитали примерно, получилось, что у нас приживаемость даже больше, чем обычная статистика приживаемости по деревьям. Наверное, потому что с любовью сажаем. Конечно, там у нас жаркие сезоны, но при этом, слава богу, то есть большинство деревьев приживается, а при этом еще даже те, которые не приживаются, у нас подогонятся с зеленый трестом, они высаживают это за свои деньги, потом досаживают, скажем так. Плюс зеленый город – это не только проект по высадке деревьев. То есть сегодня мы буквально месяц назад обратили внимание на ботанический сад. И практически вот за пару недель мы там сделали очень существенные преобразования. То есть их мечты, как бы буквально три мечты, мы одновременно воплотили буквально за две или три недели. То есть это два огромных розария. Один розарий на 1200 кустов рос, другой розарий на 2800 кустов рос. Соба розария – один уже закончен, другой заканчивается высадка. И на следующей неделе мы, скорее всего, посадим аллею сакур. И это будет не просто как бы какой-то маленький кусочек, в котором будет расти там 5-6 деревьев. Это будет аллея на 140 метров. То есть это будет красивое место, которое, когда сакуры расцветут и вырастут, я думаю, это пару лет, в которое мы будем ходить уже и любоваться так, как делают это жители Японии или прилетающие туда миллионы туристов из разных стран мира. При этом мы не будем останавливаться, мы постараемся, чтобы это был какой-то уголок, может быть, Японии в нашем городе. То есть мы сделаем входную группу, поставим японскую беседку. То есть постараемся сделать так, чтобы это было реально максимально по возможности красивое место. При этом на данный момент, то есть если можно сказать, что вроде бы там зеленый город – это все, и вот сейчас уже становится холодно, и мы останавливаемся. Останавливаемся? Нет. Мы будем разрабатывать проект озеленения и благоустройства парка на 9-й фонтане, кажется, там, где памятник бык с быком. Не помню его точное название. И вот, в принципе, я думаю, что это будет первый образцовый такой вот сквер, на который, наверное, там должны будут или будут похожи скверы будущего нашего города. Но это зеленый город. То есть его задача сделать жемчужину моря, как называют Одессу, еще и зеленой. Поэтому думаю, что у нас это получится, и мы, в общем-то, бьемся над этим практически каждый день. Есть проект «Дворики Одессы». То есть мы часто, когда подходим к выборам, слышим о том, что вот там депутаты поставили летнюю площадку, вот тут поставили две скамейки, там что-то покрасили. Но очень сложно заставить людей верить в себя, когда ты, во-первых, делаешь это за них, а во-вторых, делаешь это коряво. Потому что большинство, допустим, тех же площадок детских, часть из них, ну, правда травмоопасная. То есть нужно делать определенные вещи как бы с умом. Иногда депутаты торопятся и делают это лишь бы подешевле. Мы же пошли совсем другим путем, объявили конкурс «Дворики Одессы», нашли большой, достаточно призовой фонд, учредили около восьми номинаций. И дворы сами вместе, собираясь, скажем так, в едином порыве, устраивали какие-то определенные субботники, благоустройства. Они сажали деревья, они придумывали какие-то сады камней, рисовали заборы. То есть около 50 дворов участников, то есть на самом деле это, если у нас была надежда хотя бы 7-10, мы привлекли внимание около 50 дворов, и многие дворы действительно сделали те вещи, на которые там никто никогда даже не рассчитывал и не ожидал. То есть сегодня мы раздаем призы, и это не просто раздача призов, то есть мы, мне кажется, поступили очень грамотно. То есть мы не даем денег в руки, мы даем возможность людям сделать дополнительное благоустройство в своих дворах. То есть сегодня уже один из дворов купил себе уличный теннисный стол. И благодаря победе жителей этого двора, теперь все они могут выходить и заниматься при этом еще и спортом на улице, как бы в любое удобное время. Так же будет и с другими дворами, которые сейчас как раз занимаются этим благоустройством. То есть в принципе проектов, которые я делаю, их много, то есть лучше всего зайти на сайт твойгород.com.ua или просто найти меня в фейсбуке Анатолий Ковун, и вы увидите ряд еще проектов, связанных с благоустройством. Так, чтобы все не перечислять, может быть, еще стоит сказать о проекте Доброе дело, потому что проект на самом деле уникальный. То есть вы сейчас можете легко ввести в интернете Доброе дело, и вам практически в любых ситуациях выбьет информацию о нашем проекте. То есть суть его в том, что это такой универсальный справочник по Добрым делам. Там есть информация по детским домам, интернатам, по многодетным семьям, то есть по тем, кто, по сути дела, нуждается в помощи, по той помощи, которую мы там осуществляем. И в принципе это проект, который уже на данный момент работает не только в Одессе. То есть есть волонтеры, которые заполняют этот проект и в Киеве, и в других городах. То есть проект интересен тем, что между теми, кто помогает, и теми, кто нуждается в помощи, нет посредников. То есть это просто напрямую помощь, и люди ее оказывают без каких-то фондов, дополнительных организаций и так далее. И это как бы, я не скажу, что какой-то там слишком глобальный проект. Это еще один из проектов, которые помогают людям, ну не знаю, получить поддержку, а тем, кто ее хочет дать, все-таки ее оказать. В рамках этого проекта существует благотворительный балл, который проходит уже там 4 года, и в следующем году это будет 5-й юбилейный, так скажем. То есть мы практически, ну я не скажу, что каждый день, но каждую неделю оказываем поддержку, покупая там инвалидные коляски, покупая какие-то вещи по интернатам, детским домам. То есть в принципе движемся постоянно. Со стороны, конечно, это все достаточно навязчиво, и очень многие ждали на этих выборах, что я пойду в политику, но не дождались. То есть я как и раньше, так и сейчас говорю, что если политики не будут мне мешать, то я не буду идти в политику и мешать им там. Поэтому я делаю то, что делаю, и мне для этого не нужен абсолютно депутатский мандат. Единственное, что я могу иногда позволить себе некое, ну скажем, не хамство, нет, а некорректный вопрос депутатам, что же сделали вы лично. То есть таким образом пытаясь их иногда хотя бы привлекать к процессу какому-то, который в общем-то должен происходить с их точки зрения. Продолжение следует...